Маёвочка, маёвочка. Ну чё, Валюха, рубаешь уже, да? Да. Всё вроде принёс. Ой, Вась, а в каком ведре шашлык? В обоих. Ага. Курица, свинина. А не много ли два ведра? Так это ж, дети ж приедут. А, ага, ага. А где майонез? Там смотри. А-а-а, ри-ля-ла, маёвочка, маёвочка. А, о, нашла. Вась, ну ты издеваешься, что ли, надо мной, а? А чё это издеваешься? Я ж тебя просила купить низкокалорийный. Я ж на диете. Так шо мне теперь его? Выбрасывать, что ли? Ну, Вась, ладно, потерплю. Потерпи как-нибудь. Вась, только не бей. Шо? Вась, мне кажется, я холодец забыла. Ты вообще думаешь своей головой? Шо это за маёвка без холодца-то? Шо, спасибо тебе за праздник. Собирай шмотки, поехали домой. Шо. Шо, шо, шо. Сейчас я посмотрю. Шо, шо, шо. Шо, 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 шо. Шо, шо, шо. Шо, шо, шо. Шо, 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 шо. А нет. Это такое ведро, всем ведром ведро. Это самогончик под шашлычок. А не много ли тебе будет? Так он же это, низкокалорийный. Всего 39 градусов. Как ты любишь? Лайт. Ну так шо, может за первое мае тяпнем по маленькой? Ну давай, между нами тает жир. А? Ты шо издеваешься, шель, надо мной, а? Чего это? Ты шо забыл? Шо? Я ж на диете, мне ж нельзя. Если б я забыл, я бы взял два ведра. А так оно одно. О, подожди-ка. А плавки ты мои не забыла? Вась. Валя. Вода ж холодная, Вась. Ну и шо, шо холодная? Ты шо, не знаешь, я каждое первое мае открываю купательный сезон. То ты ж его голым открываешь. А, ну да. Ну да. Ладно, хорошо. Так, шо у нас? Ну давай, занимайся шашлыком, Вась. И я тебя очень прошу, не пей. Да ты шо, я сам так никогда. Это ж маевка. На маевке самое главное шо? Компания. Понимаешь? Каждый из детей. Ой, ты знаешь. Так, с такой-то поляной, оно и будущего зятя встретить-то можно. Не стыдно будет. А у них там серьезно хоть все? Ой, ты знаешь, тфу-тфу-тфу. Вроде все хорошо. Да. Этот держится дольше всех. Смотри какой, а. Но пока за свадьбу дело не идет. Ничего. С такой поляной, да под такую закуску. Он мне прямо здесь сделает предложение. Папа, привет. А вот и компания. Здравствуйте. 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 Папа Вася. Женя. Да. Мать. Ну, мать, давай, открывай, открывай метро. Что, 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 какой, чем, шашлыком или... Опа, открывай. Дочка сейчас, зятя, будет нам презентовать. Вот, папа, что ты говоришь? Ну, какой зять? Мы так с Женечкой пока решили пожить вместе и, так сказать, присмотреться. Да, пожалуйста, распишитесь в ЗАГСе и присматривайтесь. Нет. Вы знаете, сейчас очень модно жить гражданским браком. Да. Ну, потом, если что, вдруг, разбежались и все. Без всякой бумажной волокиты. Если что, вдруг, у меня второй разряд по боксу. Удар 300 килограмм. Если что, вдруг. Баба пошатил. Шутка. Ладно, Ва, ладно, Вась. Вась, давай, готовь шашлык детям, угощай детей. Шашлык, шашлык. Была свинка. Хрю-хрю-хрю. А теперь шашлык ням-ням. Извините, пожалуйста, но шашлык я есть не буду. А что такое? Да ты расслабься, скидываться не надо, ты же с дочкой пришел. Пап, Женечка просто, ну, вообще мясо не ест. А что такое? Траванулся? Да нет, там, ну, по другой причине. Больной? Нет, я вегетарианец. Я же говорю, больной. Пап, и я вегетарианка. Подожди, как? Ты же еще в детстве переболела этой вегетарианкой. Пап, ты понимаешь, что вегетарианство это не болезнь. Просто Женя сказал, что есть животных, это негуманно. Да, и переубедил в этом вашу дочь. Ты шо мне дочь попортил, а? Не-не, у нас еще ничего не было. Да это сколько угодно. Я про мясо. Да она ж в детстве трескала свинину, аж за ушами трещала. Мать работала в мясном, воровать не успевала. Вась, ну шо ты такое говоришь, а? Вась, ну, Яночка его любит, он вегетарианец, то и она с ним. Выходит, ты меня вообще никогда в жизни не любила? Чего это? Шо-то я не видел, чтоб ты со мной в запой ходила. А еще Женя утверждает, что главное это правильно питаться. Это как это правильно? Это маленькими порциями, но часто. Да. Мамаша наша так и питается. Не скажу прям, шо порции маленькие. И частота такая, шо аж ночь захватывает. Ну, понимаешь, популя, просто вегетарианство, ну, это очень выгодно. Не надо покупать, там, мясо, там, колбасу, жиросжигатели. Да, ага, туалетную бумагу. Вы ж как козлики, наверное, шариками. Клац, 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 да? И дальше. Вась. Шо, Вася? Ну, не хотят дети мяса, не заставляй. Если не мясо, то шо? У нас, кроме мяса, ничего нету. Ну, как? Вот же мы взяли. Салат, баклажан, сельдерей. Папа! Нахрена ты это все взял? Вон, травы сколько. Иди! Щипай, пасись. Вася, ну, Вась, ну, шо? Шо, Вася, я не понимаю вообще. Я этот праздник больше, чем свой день рождения люблю. Работаю на заводе по три смены, чтоб вас прокормить. А вы мне тут, Вася, Вася. Эй, ладно, давайте по 50 и проехали. Папа, Женя не пьет. Вы чего приехали? А? Праздник наиспортить? Ты, ты вообще понимаешь значение слова «майовка»? Я считаю, что значение этого праздника преувеличено. А, так ты еще и декоммунизатор, да? Слушай, я... Полиция города Киева. Алкоголь употребляем? Если бы! Мы тут только фреши из петрушки пьем. Понятно. О, слышь, служивый, а может давай с тобой по 50 за праздник? Я бы с удовольствием, но... Я на службе! Да чего довели страну! Милиционер на службе даже не может выпить рюмочку! Ну, когда я был милиционером, можно было, а сейчас... Ну, в общем, хороших вам праздников! Да какой тут уже праздник! Ай, ну ладно, ничего-ничего. Сейчас моя младшая дочь придет, и мы вот с ней осушим вот этот... Всем привет! Мы ненадолго! У нас кроссфит-тренировка! Что у вас? У нас планкинг, кранчинг и пушаппинг. А у нас тут букинг и закусинг. А мы не пьем, мы зожники! И ведем здоровый образ жизни! Тыц-пердыц! Ты кого мне понарожала, мать? Пэ! Пэ! Ничего себе, целое ведро шашлыка! А ты че, мясо ешь? И целое ведро самогона! Все, это мой любимый зять! А я думал, чем я пампинг делать буду, ать! Лучше б ты внуков нам сделал! Вика, кранчинг! Да не здесь же вы, чего? Да вы не понимаете, что ли, вообще? Это ж майские! Их же отменить могут, ну! Вась, ну шо ты, шо ты преувеличиваешь? Ты посмотри на нее! Когда я ей сказал, что 8 марта могут отменить, она орала 2 часа, пока сознание не потеряла! Вась, ну это же молодежь! У них совсем другое отношение к майским! Да какое вообще другое может быть отношение? Это же майские! Я их год жду! Вот это бывает, выглянешь еще в окно, там дождь, слякоть, болото! А вспомнишь, что на майские погода всегда хорошая! И улыбка, она как-то сама появляется! А шашлык, это же не просто мясо! Это лучшее мясо на рынке! Я все бегал, чтобы для вас его купить! Я его мариновал, я лучок резал, плакал! Не от лука, а от радости, что дети придут, попробуют и скажут, какой папа у нас молодец! А я же утром проснулся в 6 утра, чтобы приоткрыть крышечку, чтобы мясо подышало! Вструсил его душистым перчиком и ждал! Когда же уже на природу! А там птички, там костерчик, там дымок! И вот оно, уже жарится, это мяско! И вот жирок уже капает на угли, так пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш! Иди-то в самогонку! Берешь самогонку, она чистая, как слеза, холодная, как лед! И ты так, а-а-а-а-а-а-а-а! И мешко за ней, а-а-а-а-а-а-а-а! А оно тает! Вот, что такое майские! А вы у меня этот праздник украли! Украли! Наливай, Батя! И шашлык давай! Женя! Да и я хоть раз в жизни майские нормально встречу! Женя, я тебя брошу! Я тебя усыновлю! Наливай, Батя! Давай, сынок! Давай! Батя, и мне тоже наливай! Давай! Да ну! Женька, ну это же вредно! Да чё ты! Ради хорошего настроения родителей можно и здоровья чуть-чуть пожертвовать! По чуть-чуть! Давайте мне уже! О! Молодец! Молодец! Давайте! Я извиняюсь, а ваше предложение еще в силе, у меня смена закончилась! Да конечно! Ну! Дорогие мои родники! Не бывает, не бывает так хорошо в жизни! Такие концовки бывают только в дизель-шоу! Помогите! Помогите! Блин, а я еще за водой идти не хотел! Мама, вот это подарок! На Пасху! Ой, Сашка, еле вас догнала! А где мамулечка? А ты мама, по-моему, с подружками пошла где-то гулять! Ага! Какие подружки? У нее здесь нет подружек! А, да? Где мама? Вот блин, забыл тебе сказать! Меня же это, срочно на работу вызвали! Представляешь, надо ехать! Так, Саша! Во-первых, ты стоишь на пирже труда! Во-вторых, Пасха у них там выходной! А в-третьих, где моя мать твою мать? Помогите! Слышишь? Где-то кричат, помогите! Слышал, вот там, по-моему, так отчетливо, вот там кричат! Саша! Это то, что я думаю! Это то, о чем я даже мечтать не мог! А-а-а! Мамочка! Мамулечка моя родная! Красотулечка моя! Доченька, достань меня отсюда! Сейчас, сейчас, моя... Мам, ну вы же понимаете, что это нереально! Копайте вниз! Земля круглая, с той стороны вылезете! Иди к чёрту! Мам, вы сейчас к нему реально ближе! Саша! Ты сказала, она к подружкам пошла! Так я не соврал! Слышишь, как они там любезно квакают? Мамулечка, как ты там оказалась? Пока не знаю! Но этот дебил точно к этому причастен! Ты что, подножку ей сделал, да? Вика, ты в своём уме? Если бы я ей подножку сделал, я бы уже без ноги стоял бы! Значит, ты её толкнул! Нет! Врёшь! Вика! Пупочной грыжи нет? Значит, не толкал! Мамочка, а может, ты сама туда упала? Да, конечно! Этот упырь всё это подстроил! Мам, ну вы вот всегда говорите, что на старости вам водички некому будет подать! Пейте, мама! Пейте на здоровье! Сху я тебя! Мама, не плюйте в колодец! Сашка, ты что, не понимаешь? Ей там холодно! Точно, Вика, правильно, правильно! Надо туда кипятильник бросить! Какой кипятильник? Надо что-то делать! О! Надо будет вот эту плиту сверху положить! Саша! Покласть? Да ну, Саша! Да блин, ну я забочусь о твоей маме! Я хочу закрыть колодец! Вдруг дождь пойдёт, она там промокнет, простудится! Да при чём здесь дождь? Надо палку большую найти! Правильно! Добить её надо, чтоб не мучилась! Точно! Вообще дурак, что ли? Слушай, Вика, смотри, я уже всё придумал! Всё распланировал! Значит, здесь у нас будет калиточка! Здесь скамеечка! Здесь крест поставим! И надпись делаем! Из колодца не пить, вода отравлена! Ты больной на голову! Я говорю, надо что-то делать! Людей зови! Ну, Викосик! Ну, можно я вначале сам порадуюсь? Потом уже людям расскажем, чё ты! Дурак, верёвку ей брось! А, верёвку? Сейчас, мамулечка, сейчас! Ай! Ой, мам, простите, забыл, что вы там! Саша, я сказала, верёвку! А, ой, перепутал! Есть же, да, вот, ведро с верёвкой-то, господи! Ты... Ай! Ой, опять забыл! Да что ж такое с памятью-то, капец! Я сказала, не ведро! А верёвку! Да сейчас! Я туда верёвку кину, она меня в колодец затянет! На, быстро! Бросай маме верёвку! И вытягивай её! Мамулечка, сейчас! Ладно! Короче, мам! Я вам сейчас бросаю верёвку! Вы на шее потуже затяните, я вас сейчас тянуть буду! Дурак совсем! Мамулечка, просто хватайся, а Сашка тебя потянет! Только аккуратно, Саша! Это последняя верёвка! Саша! Уронил! Здорово, сосед! О, здорово! Чё, очередь? Да тут такое, короче! Да какое там? Да-а-а! Крокодил! Тёща моя! А-а-а! Поздравляю! Спасибо! И с Пасхой тоже! А, да-да! Кстати, кстати, кстати! Алё, Зинаида Павловна! Мамочка, а пойдёмте вместе водички наберём! Ага! Эх, Марина Францевна! Жалко вы закруток мало сделали! Ну, кто ж знал, кто ж знал! Слышь ты, зятёк! Шо? А помнишь, тебе колёса ночью пробили? Так ты и обещал этого придурка из-под земли достать, а? Доставай! Прощаю, мама! Давай вытаскивай меня, придурок! Сашенька, ну придумай что-нибудь, ну пожалуйста! Так, щас, 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 щас! О, слушай! А давай щас туда полный колодец воды наберём! И маму подъёмная сила вверх подымет! А если она утонет? Ты чё, Вика, такие, как твоя мама, не тонут! Давай, давай, неси шланг! Щас! Я тебе на этом шланге вылезу, повеш! О, слушай, а давай туда мешков 20 семента засыпем! Да ты чё, вообще дурак, что ли? Ладно, 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 придётся священника звать! Он сейчас колодец освятит, и твоя мама оттуда как ошпаренная вылетит! Богом клянусь, вылезу, убью! Ключевое слово, мама, вылезу! О, тут очередь! Ой, 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 помогите, помогите, пожалуйста, я вас очень прошу! Чё, помочь-то? Да, помогите, пожалуйста, вот эту плиту наверх положить! Да ну, Саша, у меня мамочка туда упала, в колодец! Помогите её достать! Как в колодец упала? У меня же там чекушка заныкана! Я вам верну и чекушку, и 0,5 выставлю! Только помогите! 0,5? Лестница есть? Конечно, есть! Высокая, шестиметровая, железная! Несите её сюда! Только она без ступенек! Ну, несите хотя бы то, что от неё осталось! Там перил нету тоже! Ну, несите, какая есть! А я ж забыл, я её продал уже давно! Да что ж такое? Слышь, мужик, 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 можешь, на секунду, а? Хочешь ящик водки? Конечно! Конечно хочу! А чё делать надо? Надо засыпать этот колодец! Легко! Вот, легко! Предоплату давай и... Засыпешь, дам! Ах, так! А у меня же сейчас стремянка есть! Сремянка есть? Ч-ч-ч-ч! Так, иди отсюда, иди за лопатой давай! Только мне за неё предоплату уже дали! Так, ну что, Викусь, пойдём-ка домой, а? Саша, ну ты с ума сошёл, а мама? Ну чё, утро вечера мудренее! Поспим, отдохнём, а завтра уже придумаем, как твою маму забрать! Саша, сейчас 10 утра! Что мама в сутки будет делать в колодце? Чё ты за неё переживаешь? Она в теньке, вода у неё есть, а поголодать ей иногда даже полезно! Дурак ты! Диетолог хренов! Сашка, а что он делает? Да он сейчас параллельный колодец роет, чтобы оттуда маму подтолкнуть! Семь дней! Что, 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 что семь дней? Осталось семь дней, и я выхожу на пенсию! И буду жить с вами! Чё смотришь, лопатой её бей! Да ну тебя в баню, я из-за вас протрезвел! Мама, мама, ну какие семь дней? Мам, вы чё? Я за тобой, сетёк! Попейте водички! Сватайся за меня! Янчик! Я машину со стоянки пригнал, всё! Можем ехать в лес на майские! Сашенька, я сейчас докрашусь и приду! Янчик, да комарам пофиг, накрашенная ты или нет! Слышь, Яна, а чё у нас столько сумок, мы что, переезжаем? Да! Та-да! Ты вот так собралась ехать на майские, переодевайся! Саша, вообще-то женщина должна выглядеть всегда хорошо! Яна, в этом-то и прикол майских, что все должны выглядеть плохо, а на утро ещё хуже! Сашенька, ну я вот это всё взяла не просто так, это всё едет с нами в лес, это всё мне надо! Яночка, послушай меня, на майские надо мясо, водка и вот плавка, всё! Хорошо, смотри, значит, этот купальник у меня для сгорания, этот для купания, а вот этот для селфи! Янчик, ты реально хочешь комарам праздник устроить? Я бы даже сказал, банкет! Саша, ты не дослушал! А вот этот купальник на случай, если вдруг будут комары! Что значит вдруг? Они нас там неделю уже дожидаются! Хорошо, я всё предусмотрела! Значит так, вот спрей от комаров, вот крем от комаров, вот спрей от малярийных комаров, вот крем от малярийных комаров! Яночка, 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 есть у тебя что-нибудь от тараканов в голове? Милок! Вот это что такое? Что это? Это костюмчик для нашей собачки! Он будет в спортивном костюмчике! Но ты же сам говорил, что все на природе должны быть в спортивных костюмах! А ты что не в спортивном костюме? Саша, ты же сам мне всегда говорил, что я не такая, как все! Я особенная! Да, Яночка, ты у меня реально особенная! Это что такое? Ху! Наполнитель для собачьего туалета! Зачем? Саша, ну а где еще Тосик будет ходить в лесу в туалет? Яна, мы едем в лес! Лес и есть один большой наполнитель для туалета! И не только для Тосика! Блин, я же пылесос собрала! Тихо, тихо, тихо! Какой пылесос? Ты с ума сошла, что ли? Саша, ну ты же сам всегда говорил, что за собой на природе нужно убирать! Все-все-все, успокойся! Там есть муравьи, санитары леса! Они все уберут, все нормально, не переживай! Хорошо! Я сейчас немножко даже в шоке! Зачем нам там фен? Чтобы сушить волосы! Яночка, а куда ты собираешься его воткнуть? Я че, по-твоему, полная дура? Саша, не молчи! Саша, я надеюсь, ты уснул! Хорошо, перефразируем! Во что ты вот этот штепсель собирайся воткнуть? Сашенька, я взяла удлинитель! Яночка, я тебя удивлю, но мы едем минимум на два километра от города, поэтому тебе надо примерно две тысячи удлинителей! Ну, ничего страшного! Будем ехать, зайдем в магазин, купим еще тысяча девятьсот девяносто девять удлинителей! Става! Так все, стоп! Никуда мы заезжать не будем! Давай договоримся так, я беру три вещи, и ты берешь три вещи! Хорошо, тогда я беру красное, синее и черное! Купальник? Чемоданы! Хотя, чему я удивляюсь? Ты же у меня особенная! Да! Все нормальные люди пришли на Пасху корзинки светить! Мы как два идиота с двумя тележками из супермаркета! Блин, ну у батюшки святая вода закончилась! Ты же все подряд светила! И пиццу, и суши, и туфли свои новые! Да! Они, кстати, мне перестали натирать! Слушай, я бы на твоем месте их поменял и одел что-нибудь удобное! Саша, ничего страшного! Я взяла с собой запасную обувь! Ты что, еще не одну пару обувь берешь? Конечно, Саша, я взяла пять пар платьев! Под каждое платье туфли и сумочки! Тш! Бассейн? Яна, мы едем на реку! Зачем нам бассейн? Ну, Саша, в реке грязная вода! Хорошо! Откуда ты возьмешь воду, чтобы набрать этот бассейн? Из реки! Но там же вода грязная! Лака без бассейна! Отлично! Хорошо! Тогда освободилось место для освежителя воздуха и салфеток! Стоп, 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 стоп! Подожди! Мы едем в лес! И ты берешь освежитель воздуха с запахом леса? Ну, есть еще морской бриз и лимончик! Тш! А вот еще салфеточки влажные, салфеточки сухие, салфеточки для лица, интимные, с ароматом алоэ! Стоп! Вот! Интимные, сухие, влажные, с ароматом картона! Хорошо! Тогда я посмотрю, что же ты взял с собой! Что это? А-а-а! Топор! А зачем ты взял топор? Мы что, будем там играть в индейцев? Что это? Саша, зачем нам столько угля? Это же как надо отравиться! Это же достаточно просто одной пластиночки! Так, что у нас тут? Ах, спички, да? Саша, ты же не куришь! Зачем нам спички? Саша, а зачем тебе плейбой? Да что ж ты там собираешься на природе делать? Саша, ну ты чего? Это для розжига! А то, если я тебя не разжигаю! Ещё как разжигаешь! Ещё как ты меня разжигаешь! Ничего себе! Я не понял, зачем мы в лес берём шубу! Саша, мы едем в майские праздники в лес! А вдруг снег? Саша, я никуда без этого всего не поеду! Хорошо! Янчик, а ты купила спальный мешок? Значит, послушай меня сюда! Не просто спальный мешок, а VIP Luxury Elite Edition со стразиками цвета увядающего лосося после нереста! А ты его померила? Вдруг он тебя полнит? Над тобой же вся природа смеяться будет! Муравьи-таки! Блин, нет, конечно! Спасибо, что ты сказал! Конечно, сейчас померю! Так! Давай, давай! Значит! Ага! Давай, Сашенька, я готова! Так! Ну чё, как? Я похожа на кладби-шифер? Отлично! Вообще! Такая стройная! Супер! Молодец! Саня! Ё-моё! Ну сколько можно тебя ждать? Уже час я жду под подъездом! Петрович, извини, Янка сильно долго собирается! Саня, с ними надо вообще совсем по-другому! Смотри, вот так вот подошёл! Вот так вот взял! И пошёл! Пошёл! Саша, Саша, ты заходишь! Песлушки, Саша! Подожди, мясо возьму! Петрович! Боже мой! Как хорошо весной на даче! Боже мой! Воздух свежий! Красота! Птички поют! Послушайте, мама! Я здесь! Послушайте, мама! Мы вот дачу для чего купили? Для того, чтобы на ней отдыхать, да? Ну, конечно! Значит, следующей зимой вы вместе с ней не в Египет, а сюда поедете! А чего это? А чего это? Как чего? Отдыхать! А чё, тут же ж не какие-то жалкие пять звёзд! Тут целое небо! Всё включено! В подвале вон закрутки есть! Здесь самогона сделал! Такой же мерзкий и противный, как в Египте! Экскурсии! У этого соседа вы можете посмотреть на пирамиду из кизяка! У этого соседа можете глянуть на сфинкса из мусора! Ты копай давай! Ещё картошку сажать надо! Ну, зачем её копать? Зачем? Мы всё равно собираем столько же, сколько посадили! Я вон в прошлом году ведро картошки посадил, ведро выкопал! То ты ж идиот! То ты ж вместе с ведром посадил! А надо ж в луночку каждую! А потом от паразитов потравить! Чем я вас столько не травил? Вы всё равно сюда едете и едете! Саша, ну перестань, Саша! Ну перестань, Саша! Ну перестань ты! Ладно, Викусь, давай будем спасать наш урожай картошки! Неси эту отраву для змей! Змей картошку не едят! Ещё как едят! Они ещё нормальных людей заставляют на дачу ехать! Копать её, сажать! Ой, что ты несё? Ой! Ой-ой-ой-ой! О-о-о! Случилось, Саша, случилось! А, по-моему, аппендицит прихватил! О-о-о-о! Не может быть! Почему это не может быть? Не может у нормального человека быть два аппендицита! В прошлом году я тебе один выдрала! О! Мужик! Это не я! Говори, иди сюда! Чё? Хочешь полтинник заработать? Конечно! На! Кого надо убить? Пока никого! Просто огород скопать надо! А, тогда деньги вперёд! Да! Спасибо! Иван! Э! Я за лопатой! А! Сейчас мы в две лопаты, в четыре руки мигом тут всё перелопатим! А! Ну-ну, давай! А чё ты постоянно жалуешься, зятёк? Для тебя же наша дача, это как второе рождение! Чего это? А ты что забыл, как мы тебя в капусте пьяного нашли? Я там, между прочим, мама вам яму уже выкопал! Какую яму, Саш? Какую яму? Метр девяносто на метр восемьдесят! Чё, вообще придурок? Чё, она сама попросила! Мама! Да! Я люблю посидеть с комфортом! Фу! Вот вместо того, чтобы туалет копать, лучше бы повесил табличку «По дворе злая собака, чтоб вор не залезли!» Я вам в прошлом году повесил фотографию твоей мамы Нас все десятой дорогой обходили В том числе и бешеные собаки Ты копай давай, копай! Завтра встанешь в пять утра, картошку польёшь Мама, ну вот зачем? Завтра дождь обещали Плащ наденешь, не размокнешь, не сахарный Мужик! Ты где ходишь? Так я ж до лопаты пошёл Ну где лопата? Точно, лопата! Что стоять? На! Не, профессионал работает со своим инструментом Ну почему я должен копать эту картошку? А как ты эту картошку жрёшь жареной, а? А её же надо посадить Её же надо пополоть Её же надо потравить от паразитов Выкопать И только после этого Мама Всё это заменяется одним ёмким словом МАГАЗИН Можно подумать, ты в магазине только картошку и покупаешь Ты же ещё дополнение берёшь Кстати, дополнение Ой, Саш, молодец! Вот так бы сразу, да? Чему ты радуешь? Он бутылку ищет Ты её в прошлом году Перезахоронил Пять шагов на север, зятёк Нету Нету Ой, чё сижу тебя, дура-дура Не на север, на запад Нету, да? Нету А вот она Не наработал ты ещё на бутылку Ай-яй-яй В туалет пойду схожу Саш, по-большому или по-маленькому? Представляешь, посмотрел в календарь А сегодня же Юпитер в созвездии рака Картошку сжать вообще нельзя Вот Мама, слушайте местного жителя Сегодня же Сатурн в раке Совсем копать нельзя Это твоя жена в этой позе сегодня А сажать можно Кстати, 12 апреля Воскресенье Так это же день космонавтики Почти религиозный праздник Слышь, слышь Пойдём я с тобой за лопатой схожу А тебе тёмную или светлую? Да давай убил Я вам сейчас за лопатую Я вам за лопатую Так, тормозной путь отсутствует Значит, врезались в стоящую машину Прям как мы с тобой в первый рабочий день Не напоминай Ой, ничего себе, перегар Мы же вроде уже не на смене Это я пивка тяпнула Да я вообще-то не про тебя Эй, есть кто живой? Ай-яй-яй-яй-я-яй-яй Классика жанра живой труп Ничего себе, такой перегар, что у меня прибор в кармане сработал Ему ещё повезло, что он пристёгнут Представляешь, ремнями заднего сиденья Эй, крабат Вылазь Где права? Какие права? У меня нет прав. Я вообще сзади ехал. Пока все сходится. А куда ехали? В магазин. Мало было, за добавкой ехали, да? Не, много. Вернуть хотел. Водки? Много? Что ты заливаешь? Да нет, колы много взяли. Хотел на пиво поменять. Вы что, не могли драйвера вызвать? Я драйвер. Я его увез вот в той машине. А потом что-то, бух, я уже в этой машине оказался. Ты же пьяный. Как стеклышко. Я же драйвер. Кстати, я как водитель уже этой машины претензий к тому возителю не имею. Все, это серьезное нарушение, ясно? Ой, серьезное нарушение непристегнутый ремень. Девочки, это... Давайте быстро разберемся. Без взяток. Все. И разъезжаемся. Короче. Разъедетесь, когда протрезвеете. Не, я так не могу. Меня мясо ждет. Подождет твое мясо? Не подождет. Его могут из бани в клуб увезти. К другому мясоеду. Мы вынуждены собрать ваши права. А у меня нету прав. Они уже у вас. Еще с Нового года. Как это с Нового года? А как вы ездите? Аккуратно. Ладно, вы с ним разбирайтесь пока, а я поехал домой. Куда вы поедете? Вы пьяны? Кто пьяный? Да я супертрезвый. Хотите, я вам это докажу? Видите, сплошная? Вот, смотрите, я ровненько. А, все понятно. Что понятно? Вы дороги наши видели? Я ямы обхожу. Вот видите, к чему приводит пьянство за рулем? Я за рулем не пил. Я перед рулем пил. Я вызвал такси. А мне говорят, свободных машинок в этом районе нет. Вот к чему приводит. Свободных машинок в этом районе нет. Понятно? Вот я не могу одного понять. Как к нему прислали пьяного драйвера? А, я был самый трезвый. Я честно пить не хотел. Мне просто очень в город надо было. О! А-а-а! Вы что, скорую не могли вызвать? Я номер забыл. Саси, а чего это две бабы, а? Не, извиняюсь, но по инструкции вы должны быть разными полами. Такую фигню ты помнишь? А номер скорой нет, да? Алло, скорая. Девочки, тихо. Скорая слушает. У нас шампур в спине. Девочки, тихо. А баранина или свинина? Человек, но по состоянию как свинина. Что? Я говорю, у нас в спине шампур. Ой, так это вам нужна шестая больница. Там есть врач, он закодированный. Только он вам сегодня может помочь. Так что пусть идет в шестую. Девушка, какой идет? У него шампур в спине. Присадить машинку не можете? Ну вы смешная. Сейчас же майские. Кто за руль сядет? Я могу, я драйвер. Той! Не надо. Спасибо. Кстати, вы не ответили на вопрос. Почему две женщины? Где ваши мужики? Мужские экипажи патрулируют леса. О, это правильно. Мужики на майских должны в лесу отдыхать, а бабы мантулись. О, ой, пусть мантулись. Я вас сейчас двоих так отмантулю. Ой, да че мы с двумя бабами не справимся, что ли? Смотри, пятый смелый за сегодня. Ну давай. Отдыхай, вот так. Отдыхай. Э, 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 меня уже наказали, вот. Так, э, развестись и жене позвонить. Да звоните уже. А, зайка, а ты что, тоже тут? Кусок идиота. Приедь, забери меня, приедь, забери меня. Вот, приехала. А, я теперь все понял. Это моя жена, вот, виновница ДТП. Вот, она ехала за мной, а въехала в меня. Короче, разбирайтесь, если у меня времени нет, я спать. Женя, у тебя шампур в спине. А, я, а, 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 а. Девушка, значит, вы виноваты в ДТП? Нет, это не я виновата. А кто виноват? Шнуров со своей песни на Лубутынах. Если бы она не заиграла, я бы не сделала вот так вот, и не произошла бы эта спешенная ситуация. Честно говоря, когда эта песня заиграла, мы тоже, по-моему, какую-то собаку сбили. О, а вот и свидетель. И никакой я не свидетель, я та собака, которую вы сбили. Я, главное, себе спокойно переползаю дорогу и тут БАС! Кстати, мадам, это Ваша. Спасибо. Майские, ямальские, я праздники. Э, алло, вы с чего полицейскую машину на дороге поставили? Вы че, у меня в салоне 20 человек, я же их с пикника везу, ответственный момент. Они же уже спали, а теперь они опять пьют и танцуют под Вашу цветомузыку. Ну что, за день сегодня такой, десятый раз в нашу машину въезжают. Десятый? Да. За юбилей! Народная примета. Если человек на пикнике разводит костер, жарит шашлык, накрывает на стол, а потом убирает весь мусор, значит он точно не сбрасывался на этот пикник. А у нас песня от Виктории Булитко и Евгения Сморигина про майские праздники. Друзья, кто-то уже открыл шашлычный сезон? Да, все открыли, поднимите руку, кто открыл. Отлично, вам посвящается эта песня. Майские, майские праздники, солнце под ментон и шашлыки. Майские, майские праздники, в Турции могли бы провести. Но позвонили бланаренки, пригласили на пикник, присоединились шинкаренки на одну машину, три семьи. Бланаренки что возьмут? Салфетки. Шинкаренки? Мяч и шампура. С нас, наверное, как обычно, мясо. Да, сыр-балык и литр вискаря. Но зато на их машине едем. Кстати, мы должны им за бензин. Сколько стоит в Турцию поехать? Ой, поверь, дороже раза в три. Ну а так с хорошими друзьями будем вместе в бадминтон играть. Знаю я вот эти ваши игры. Есть одна игра у вас бухать. Ты мне, кстати, часто побеждаешь. Что? Помнишь свое платье и батут? Часто ты мне это вспоминаешь? Просмотры на Ютьюбе все растут. Майские, майские праздники, по цене почти как Новый Год. Дня солидарности трудящихся, до победы квасит наш народ. Вот, ровно в девять, ровно выезжаем. Так договорились мы вчера. Ровно в девять прозвенел будильник. Выперлись двенадцати едва. Нужно нам заехать в магазинчик. Зачем? В лес же едем, нам нужны и дрова. Ой, ребята пишут эсэмэску, мол, забыли. Купите мяч, салфетки, шампура. Прям как в прошлом году. К трем приехали на наше место. Поругались с тем, кто там лежал. Мы ему все четко объяснили. Он вас километр догонял. Майские, майские праздники. Возле свалки тихо и свежо. Майские, майские праздники. Разожгли костер. И дождь пошел. Два норенки спрятались в палатке. Шинкаренки впрыгнули в пикап. Переждите, это летний дождик. Крикнули друзья нам из окна. Ну что, Сая? Ну переждем, солнышко, это же летний дождик. После Града нам друзья сказали, протяну в газету и картон. Кастрик, вы прозрали, разжигайте. А мы пока играем в админтон. Сколько мы потратили? Пять двести. Турция была бы пять шестьсот. Ой, зато сколько удовольствия родное. Да? Перечислим удовольствие родной. Ну что, сломали ногу и ведро. Не просто ногу, а бедро. И за пивком на ручнике. Притом в чужом грузовике. Ну покусали комары. Мы расчесались до крови. Ну отравились мы водой. Пусть и мы бегали толпой. Открыли вкусные грибы. И все поймали галюны. Нам было страшно, черт возьми. Как комаров едят грибы. Сгорела куртка и шашлык. Собака съела весь полык. И обгорело все лицо. В реке сережки и кольцо. А кто-то с мячиком играл. В езду пчелиное попал. Зато, когда я пухал. Народ смотрел и зигаржал. Случайно вылили коньяк. Потом на нас напал маньяк. На нас в телеге нас везли. И нас доели комары. Блонаренки звонят. Не бери трубку. Алло. Первое июня. День защиты детей? От кого? А, шутите? Вместе на природе встретишь? Нет. 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 Никаких планов на 1 июня у нас нет. Женю. Ну, пожалуйста. Последний раз. Конечно, едем! Майские, майские праздники. Язык-кироскопы посчитать. Майские, майские праздники. Можешь да бейтерств ползиколе! Ух! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова